Продолжение следует... Важных больших островов Италии, вы здесь его видите, да? Здесь вы видите фотографии моего города, Кальгари. Наш университет основан 100 лет тому назад, и есть здесь больница, в которой я работаю. А это один из пляжей, которыми Сардиния так знаменита. Всегда можно приезжать, как только начнется снова эпоха путешествий, приезжайте к нам. Да, мы действительно видим здесь изменения большие в том, как мы сейчас лечим пациентов колоректальным раком и как мы к ним относимся. Конечно, мы переходим от вертикальной к циркулярной. У нас как-то первая линия, вторая линия, третья, четвертая линия. Это то, о чем мы раньше говорили. А теперь мы переходим к круговому такому движению, когда мы планируем терапию, потому что у нас очень много разных возможностей. Не только новые препараты, но новые стратегии существуют теперь, например, связанные с абляцией и так далее. На самом деле, это вопросы, связанные с уходом за пациентом. Очень трудно иногда понять даже сейчас первая, вторая, третья линия, о которой линии терапии мы сейчас говорим. Потому что мы даже не можем сказать, что пациент конкретно получаем, потому что действительно это не вертикальная система больше, а система круговая. И, конечно, есть сложные аспекты в этом, потому что у нас очень много возможностей, и не всегда легко планировать стратегию. Но в конечном итоге мы видим здесь преимущества такой системы. Особенно это хорошо отражается в уровне выживаемости. Конечно, надо принимать решения. У нас есть выбор первой линии. Мы учитываем клинические и биологические факторы для того, чтобы понять, что делать для пациента. Планируем стратегию, выбираем первую стратегию для наших пациентов. И я думаю, что было бы интересно, наверное, проверить нашу стратегию, используя примеры конкретные, примеры клинической практики. И вот здесь у нас есть учитель, которому 58 лет, и мы видим вот его историю, да, 58 лет, мужчина, раньше не был, но есть сопутствующие заболевания, например, диабет, но контролируемый. И вы видите здесь его историю. Как сказать, вы видите, что в сентябре 2014 года у него было ректальное кровотечение, боль в животе, диарея, затем запоры. И, видите, с левой стороны все наблюдалось. И затем его вели, затем он вышел на вторую фазу колоректального рака, но он чувствовал себя вполне прилично до марта 2017 года. А затем, к сожалению, выявлены бентостазы в печени, и вы видите это на этом слайде, и также оказались пораженными лимфатические узлы. И надо думать было именно тогда, какое лечение ему предложить. Надо сказать, что, конечно, мы выбираем препараты и подходы первой линии, и об этом уже речь шла. Сегодня вы видите этот слайд из руководства СМО. Мы, конечно, полагаемся на их рекомендации. Мы должны учитывать и саму опухоль, мы должны учитывать и клинические возможности, но учитывать и состояние самого пациента, сопутствующие заболевания, например. Для Италии такого рода отношения на самом деле на тот момент являлось новым. Потому что у нас были стратегии, которые представляют равную степень эффективности. Но по-разному применяются, по-разному учитываются особенности пациента, его статус. А это все очень значимые моменты. И мне кажется, что мы должны обсуждать совершенно новые приемы, новые подходы, новые варианты обсуждать вместе с пациентом. И учитывать мнение пациента обязательно, безусловно. Есть определенная эквивалентность в обсуждении тех вариантов, которые мы предлагаем. Да, и вот эта опухолевая нагрузка очень важна сделать. Даже учитывать биологические аспекты тоже важны. Мы уже слышали замечательную презентацию о вопросах биологии. В конечном итоге, я думаю, что цель нашего лечения какова? Мы должны понять, можем мы вылечить пациента или нет? Или мы можем предложить только палеотивный уход? И очень важно, конечно, расположение опухоли, с какой стороны и молекулярный профиль опухоли. Это мутации РАСБИ, РАВ, МСАИ, ХЕР-2. Необходимо, чтобы эти мутации обязательно облигаторным порядком исследовались. И, конечно, если имеется патоморфологическая и генетическая лаборатория, это прекрасно для того, чтобы составить биологическое молекулярное оценку пациента. Существует первичный колоректальный рак. С левой стороны это более частотен у мужчин. А справа правосторонний рак наимулятор чаще встречается у женщин. И они характеризуются более высокими МСАИ. Биологические сигнатуры очень часто присутствуют и частотно представлены при правосторонней локализации по сравнению с левосторонней. И нам необходимо допустить, что не существует специфических сигнатур, которые могли бы нам показать, что это действительно правосторонняя локализация и левосторонняя локализация. В основном, все-таки, это такой непрерывный пассаж репрезентации. Нет специфических сигнатур или молекулярно-биологических изменений, которые типичны были бы для правосторонней и левосторонней локализации. Конечно же, размер опухоли является прогностическим фактором в случае колорактального ракта. Что же касается предикативной роли расположения опухоли, у нас имеются прекрасные данные. Это фаза третья, рандомизированное большое исследование, которое исследование комбинационную терапию, беронцезумат, цексидумат, которые исследовали и иммунотерапию, и химиотерапию, плюс иммунотерапию. И данные показывают совершенно четко, что пациенты с типом РАС, левосторонним расположением рака, лучший прогноз, когда они лечатся с схемой комбинационной, химиотерапия, анти-ИГФ, антитела. Три года назад были сделаны исследования, показанные четкие преимущества пациентов, страдающих левосторонним раком, если они лечатся с химиотерапией и ИГФР, антителами. Это шесть рандомизированных исследований показали это. Но, во всяком случае, существуют четкие показания, хорошие показания у пациентов, если вот так проводится пероцезумат плюс химиотерапия. Также здесь анализируются в рамках данного клинического исследования такие же данные, и тоже решение было принято. Давайте посмотрим еще один клинический случай. Этот пациент, 58 лет, учитель, в хорошем состоянии, незначительное количество сопутствующих заболеваний, которые контролируются. И что же вы думаете? Какие биологические факторы нам нужны для того, чтобы планировать стратегию этого пациента? Ну, это такой момент голосования. Думаете, нам нужно КЕРАС-ЭНРАС, КЕРАС-ЭНРАС-БИРРАВ, КЕРАС-ЭНРАС-БИРРАВ-МСАЙ, КЕРАС-ЭНРАС-БИРРАВ-МСАЙ-ХЕР-2 или все другие плюс еще какие-нибудь. Пожалуйста, нет одного какого-то конкретного правильного ответа на эти вопросы. Все основывается на вашей практике. Вы можете свободно голосовать, и мы обсудим различные опции. Это то, что мы сделали у нашего пациента. Профессор, подождите, пожалуйста, скажите профессору, что мы время на голосование. Скажите профессору. Дайте мне знать, когда голосование закончено, и мы продолжим. Голосование готово? Глубоковажаемый профессор, за четвертый вариант тестирования на КЕРАС-ЭНРАС-БИРАВ-МСАЙ и ХЕР-2 проголосовало более 50% слушателей. Голос-БИРАВ-МСАЙ и ХЕР-2 Голос-БИРАВ-МСАЙ и ХЕР-2 Хорошо. Как вы видите на слайде, я тоже выбрала эту опцию. Это было несколько лет назад. И вот эта опция, это основное, что необходимо нам, когда мы контролируем, выбираем стратегию в данном случае. В моем институте мы также проверяем пациентов на еще другие ВИА-маркеры, гидроперимидин и дегидрогеназодефицит. Является ли пациент гетерогенным, извините, гетерозиготным в отношении данных ферментов. И также нам это нужно исследование для того, чтобы выбрать правильную дозу. Если тест возможен, то вы, может быть, выберете дозу 5-фторурацила и снизить токсичность сможете, если вы определите гетерозиготный статус для вот этих вот ферментов. У пациента, пациент был гетерозиготным по дегидроперимидин и дегидронедостаточность. Какое же лечение? Что мы выбрали? Прежде всего, что нужно для данного пациента? Это может быть комбинационная терапия, какие опции у нас имеются, поскольку необходимо принимать во внимание, что это левосторонняя опухоль, расположительная, может быть, метастатический рак, и, конечно же, в Италии, и в России, в Соединенных Штатах мы также дополняем это с помощью КАТЭ. И вот какие же первые лечения, первые линии? Фолфокс-Фолфири, Фолфокс-Фолфири плюс понитумумап, или, например, третий вариант Фолфокс-Фолфири бивацезумап, Фолфокс-Ири бивацезумап. Выберите опцию. Какую? Коллеги, голосуем. Да, коллеги, голосуем. Четыре варианта. Да. Профессор, мнение слушателей разделилось. За Фолфокс-Фолфири с бивацезумапом проголосовало 40%, за комбинацию с понитумумапом 27%, и за комбинацию с цитоксимапом проголосовало 25%. Конечно же, в этом случае нет какого-то одного правильного ответа. Все зависит от стратегии, которую вы используете в вашем конкретном центре. Я бы не использовал комбинации с бивацезумапом, потому что у пациента РАС дикий тип, и плюс опухоль левостороннее расположение. Существуют четкие показания использовать комбинацию анти-GFF препаратами нужно использовать. В нашем центре у нас имеется возможность использовать схемы с понитумумапом и цитоксимапом, но сейчас 80% случаев и метаанализы показывают, что мы очень привыкли использовать схему с цитоксимапом. Фулфокс плюс цитоксимап для этого пациента левосторонний, дикий тип и в очень хорошем физическом состоянии. Давайте посмотрим. Мы оценили ответ. Через два месяца опухоль уменьшилась в размерах 36%, показано на слайде. на четвертые месяцы терапии. Еще раз ответ. Ответ продолжается на лечение. А затем мы достигли стабильного состояния заболевания с шестого, восьмой, десятого месяца. С шестого месяца назначена была цитоксимап с вторпиримидином. Мы пытаемся использовать вот эту комбинацию вторпиримидином. И мне интересно знать, что вы используете, как вы работаете вторпиримидином. Но, к сожалению, на пациента случилось прогрессирование 12 месяцев, множественные метастазы в легкие. И еще раз, вот резюмирование данного пациента. Первая линия РБТУКС-ФОЛФОКС частичной ремиссии была достигнута. Побочные эффекты были, но обычно мы используем профилактические для контроля за кожными высыпаниями пероральной доксициклина 100 мг. Это хорошая опция для того, чтобы предотвратить возникновение кожных высыпаний, дерматита, в частности, у пациентов. Что вы думаете, вот в данном случае, что необходимо назначить пациенту? Пациент спрогрессировал через 12 месяцев после первой линии терапии РБТУКС, ФОЛФОКС, что, какой терапии вы выберете? ФОЛФОКС, Ситуксимаб, это реинтродукция, ФОЛФРИ, Алфиберсепт, или ФОЛФРИ, ВИВАЦИЗУМАП, или просто поддерживающую терапию. Скажите, пожалуйста, какое мнение у вас будет по поводу этого пациента? Дорогие коллеги, мы напоминаем, что под, соответственно, вашим экраном есть возможность проголосовать. Предлагается 4 опции. Это реиндукция, возвращение комбинации ФОЛФОКСа с ЦИТУКСИМАБом, возможно, значение ФОЛФИ, ФОЛФИЛИССОВЛИБЕРЦЕПТОМ, ФОЛФИЛИССОВЛИБЕРЦЕПТОМ, ФОЛФИЛИССОВЛИБЕРЦЕЗУМАБОМ, или же какая-то другая опция по выбору врача, или же любой другой подход, который в данной ситуации возможен. Пожалуйста, голосуйте, ваше мнение важно и нам, и профессору, для того, чтобы понять те реалии, в которых живем мы, и, соответственно, знания ситуации и возможности лечения. Пожалуйста. Да, голосование идет достаточно активно. Гульфия Митхатовна, что Вы считаете? Вот ваше мнение. В качестве второй линии выбранное большинство выбирает антиангиогенную терапию. Вариант либо с бевоцизумабом, либо с афлиберцептом. Кто-то, меняет и комбинаторную составляющую, кто-то меняет и комбинаторную составляющую, меняя на режим с фолфокса на фолфире, а кто-то возвращается к фолфоксу, но добавляет новый таргетный препарат именно бевоцизумаб, антиангиогены. Но большинство все-таки выбрало новую линию химиотерапии в фолфире с добавлением именно афлиберцепта в качестве новой линии терапии. Афлиберцепта пациент не спрогрессировал на фолфоксе, он спрогрессировал на поддерживающей терапии. Поэтому, если мы помним, пациент в самом начале у него не было метастазов, а сейчас у него метастазы в легкие. Поэтому мне не очень нравится, конечно, вот эта реинтродукция. Я бы переключился на комбинацию химиотерапии с антиангиогеном препаратом. И вот эта комбинация сетуксимаба, затем мы назначаем афлиберцепт, это хорошая комбинация и хороший ответ у пациентов. И мой выбор это использовать в фолфире афлиберцепт. У нас есть исследования, которые показывают, групповой анализ предполагают, что какая же правильная схема назначения, последовательность назначения препаратов. И я хочу показать вам результаты вот этого подгрупповой анализ цельзи фолфае-3, когда пациенты использовали вот эти схемы лечения. Большинство пациентов лечились антиангиогенными препаратами, но с другой стороны, если фолфире, первая линия фолфире плюс туземаб, или затем уже переключение на другие ангиогенные препараты, добавление ангиогенных препаратов. но результаты, которые были впервые представлены, было приятно видеть, что выживание без прогрессивания во время второй линии и общая выживаемость второй линии все-таки находится под влиянием того результата, который мы достигли, когда лечили пациента препаратов первой линии. пациенты с левосторонними первичными опухолями, которые принимали вот эту желтую линию цитоксимаб и затем бевоцизумаб их переключали на ангиогенные препараты плюс химиотерапия, они продемонстрировали наилучшие результаты в рамках прогрессирования выживания без прогрессирования и общая выживаемость. Также мы провели метатанализ для того, чтобы суммировать вот эти все результаты для того, чтобы сравнить различные схемы лечения. Я знаю, что это, конечно, это не на самом высоком уровне доказательной медицины, но все-таки хороший уровень доказательности здесь мы как. У нас прекрасная последовательность для левостороннего. Это анти- ВИДЖФ препараты хорошо здесь работают. И также давайте обсудим еще одного пациента. Второй пациент 61 год, пожилая дама, страдая в гипертонии, диабет первого типа, но контролируемый. У нее положительный тест на скрытую кровь, первичный опухоль локализирован в правой стороне толстого кишечника, но, к сожалению, множество метастазов печень, биомеркеры, которые экспрессировались, разби, раф, дикий тип, хер-2 негативный, но хороший физический статус, и кок-0. И МРТ продемонстрировал, насколько печень вовлечена в этот онкологический процесс. То есть на основе всех этих соображений, которые мы обычно используем, когда мы выбираем наилучший вариант и стратегию, что это хирургическое вмешательство или другие приемы первой линии, да, или какие конкретные препараты использовать, да, Фолфокс использует триплеты, например, сетоксимабом и понятумам как вы думаете, что нужно избрать здесь? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос касательно этого пациента. Профессор, мы продолжаем презентацию. Да, движемся дальше? Надо ему сказать, он слушает. Я ему говорю. Что? Профессор, мы продолжаем, у нас, нет, нам не удалось переголосовать, мы продолжаем дальше. Да, хорошо, спасибо. Ну, на самом деле, мы знаем, что у этой пациентки было локализовано заболевание, да, ограничено печенью, и мы знаем, что это только на самом деле один всего случай, ряд случаев, который мы могли бы показать и представить, когда резекция может помочь, да, на самом деле, если такая возможность есть, то есть разные группы пациентов. Пенсии с биологически сложными проблемами, да, и это хирурги скажут, да, мы, конечно, можем легко провести резекцию, но могут быть прогностические факты, которые не позволяют прибегнуть к хирургическому обеспечительству, потому что здесь могут быть различные осложнения. есть у нас технически сложные проблемы, когда у нас есть такая проблема с конверсионной терапией, и нам говорят, мы не можем удалить опухоль, например, или эти метастазы, потому что здесь нет возможности удалить полностью опухоль, например, и к настоящему моменту мы говорим, мы используем такой индикативный прогностический уровень и прием для того, чтобы понять, каковы будут результаты. Маркеры, конечно, здесь нам помогают в значительной степени, когда речь идет о первичной опухоли и о метастазах, конечно, мы должны использовать эти различные подходы для того, чтобы осуществить оценку. Но так если у нас есть биологические сложности, технические, если удаление возможно, тогда мы используем другие приемы, у нас, например, может быть приемы, которые рекомендуются в результате испытаний, проведенных на рандомизированной группах. Что касается технических проблем, то здесь, мне кажется, у нас, наверное, комбинированная химиотерапия для того, чтобы добиться ответа, хорошего ответа. И здесь, конечно, мы должны выбрать наилучшую системную терапию, как конверсионную терапию. Ну, что же циторедукция, да, для пациентов с правосторонним раком. Здесь, наверное, конверсия должна быть предусмотрена, потому что здесь у нас возможно такой подход, который позволяет нам принять меры, которые позволят изменить ситуацию и осуществить резекцию. Таким образом, здесь надо учитывать самые разные аспекты, не только возможность конверсии. мы на самом деле получаем удивительные результаты, когда мы видим метанализ, опубликованный, например, некоторыми клиниками и некоторыми научными организациями. Мы для уровня ответа не всегда хорошо сочетание химиотерапии и препаратов определенных, потому что если мы хотим, чтобы ответ был лучше, тогда химиотерапия, конечно, для правосторонней рака может использоваться в сочетании. У нас есть очень интересный анализ с малой доказательной базой, но, тем не менее, это очень важный момент. Это анализ по фазе 3, и это исследование FIRE-3. Здесь у нас пациенты получают цитоксимаб, как вы видите, ибевоцезунаб, и мы наблюдаем улучшение уровня выживаемости. Мы можем использовать цитоксимаб с химиотерапией для правостороннего рака, если цель состоит в получении ответа, но надо быть более сторонными при оценке ответа, потому что здесь мы должны проверку осуществлять ранее, для того, чтобы понять, есть ли ответ вообще, потому что, если ответа нет, то, наверное, нужно изменить химиотерапию и применить другие препараты. Так какова же оптимальная стратегия для этой пациентки, о которой мы уже говорили? Мы говорили, что здесь слишком массивная нагрузка опухолевая на печень, и, скорее всего, хирургическое вмешательство не поможет здесь. мы должны открыть терапевтическое окно, так сказать, для этой женщины и сочетать цитотоксины с химиотерапией. МРТ нам это показывает, да, и мы видим здесь, мы видим здесь очень хороший ответ в печени. Так что эта пациентка на самом деле имеет хорошие результаты, длительная ремиссия наблюдается, и возникает вопрос, что нужно делать сейчас, просто поддерживающую терапию использовать или продолжать использование препаратов. Я думаю, что можно сейчас пойти дальше, потому что для данной пациентки такого рода обсуждение очень важно, принятие анализа, принятие решения очень важно для этой пациентки. У нас есть, да, разные варианты, можно, конечно, продолжать ее лечение с цитоксимабом, можно, например, различные циклы, предложить 6 циклов дополнительных цитоксимаба, или фолфокс, и только фолфокс, тоже 6 циклов, и продолжать наблюдение за ней. Ну, как правило, мы завершаем 6-месячное лечение для того, чтобы получить наибольший результат, наилучший результат и эффект. И вот последний пример. 64-летний мужчина, как вы видите, что 6 лет тому назад у него был рак, затем на протяжении 6 лет он чувствовал себя хорошо, а затем обнаружены были метастазы, опухоли и MSI-HI. Надо сказать, что общее состояние этого пациента является очень хорошим. и конечно эти слайды вам показывают другую картину, но его статус является хорошим. Конечно, здесь буквально несколько тому назад ответ мы бы другой выбрали. А сейчас что мы можем сказать? Конечно, мы можем говорить, что опять пошел звук играет. Звук начал гулять. Что, может быть, иммунотерапию мы можем ему предложить. И на самом деле, конечно, это все вопросы очень важные, потому что MSI-HI пациент и в первой линии иммунотерапии не регистрируется сейчас в Италии на первой линии, мы не можем ее применять. И я думаю, что все видели, конечно, очень интересную презентацию по кейноут и для пациентов MSI-HI как можно использовать стандартную химиотерапию, чем ее можно дополнить. И я считаю, что здесь должны быть изменения в том, как мы лечим этих пациентов на первой линии. И я бы так сказал, что я бы пембролизумаб стал использовать на первой линии. Затем у нас есть исследования, которые говорят о том, что эффект дуплета может оказаться весьма позитивным. Здесь, конечно, есть улучшения по сравнению с контрольной группой. И биологический дуплет или триплет это может быть оптимальным решением. Но в данной ситуации исследование касалось второй линии. Поэтому с моей точки зрения иммунотерапия на первой линии для этого пациента и затем биологический триплет это то сейчас, что мы можем применять на практике. Таким образом, мы наблюдаем, что сейчас мы переходим от вертикали к круговому движению, что на самом деле сложности определенные представляет, потому что здесь вовлекаются разные моменты лечения на различных этапах, многое совпадать начинает, но тем не менее, это приводит к улучшению выживания, качеству жизни и так далее. Это более сложный подход, безусловно, но это подход, который дает больше нашим пациентам. И я думаю, что ключом к оптимальной стратегии является работа мультидисциплинарной команды. В нашей практике это, конечно, труднодостижимо. Мы, конечно, хотели бы иметь возможность выбирать наилучших специалистов и наилучшие стратегии. Спасибо за внимания. Спасибо.